Расскажите коротко и ясно. Как вы называетесь? Мы бойчик, творческая группировка, и мы занимаемся всем, что можно сделать в этом большом городе. Всем творческим и легальным, что можно сделать в этом большом городе. У нас передача без цензуры, она выходит в интернет. Тогда и легально. Даже первая очередь, и легально. Бывай не контакты, и телефон. Вы представьтесь каждый, как кого зовут? Меня зовут Владимир Амлицкий. Меня зовут Александр Гетман. Меня зовут Никит Юртаев. Меня зовут Катя Шнайдер. Я Тёма Драгинский. А вместе вы? Семья! Большая семья. Команда Бочек. У большой этой семьи какие планы, желания ближайшие? Мы хотим перевернуть этот мир. Не только, нет, начать локально перевернуть то, что происходит в Москве. Показать что-то новое, что-то взятое откуда-то давно. То, что все любят. И заменить обычные московские стереотипы. И то, что любят в Москве. И сделать это более красочно, свежо. А где могут люди это все увидеть? Конечно же, в этом помещении. В этом помещении сейчас она не близится. Кому оставим его в секрете наше место. Конечно, секретная база. Да, секретная база. Все? Правильно. Все, думаешь? Откуда вы узнали про это заведение? Как вы попали вообще сюда? Это все романное радио. Все друг друга знают. Те, кто должен быть вместе и должен сотрудничать. И все друг друга знают. Так вы узнали. Вот пришли создавать вместе что-то новое. И самое важное, вот Володя считает, что нужно находить что-то уже и вплескивать. Я все-таки считаю, что нужно создавать. Нужно заимствовать, нужно создавать, придумывать новое. И наоборот, не заимствовать. Потому что до той поры, пока мы будем заимствовать, мы будем оставаться обезьянками, которые показывают, что надо делать и как надо одеваться. И вот они так и одеваются и делают именно то, что им рекомендуют делать. Я считаю, что нужно диктовать, создавать новое. И пусть все тянутся за нами, а не мы будем за кем-то. втянуться и предлагать эти деньги. Вот это моя тазиция. А как вы можете это сделать? Давайте по проведенному мероприятию, которое уже было на наших стенах, как вы можете... Приветствую. Приветствую. Салют, напишем. Сейчас, сейчас, пять минут. Ну ладно, как мы можем. Как вы можете хост-карт задавать по вашему мероприятию, которое здесь уже было? Как вы можете охарактеризовать ту вечеринку, которая здесь была? Понравилось это людям? Понравилось, в первую очередь, это вам? Понравилось. Все людям понравилось. Это, наверное, такой стиль, который нету в ночной Москве. Это андеграунд, но не в том понимании, в котором мы его привыкли видеть. Это не то, что пьяные люди валяются в каком-то подвале и слушают музыку, похожую на сопровождение в днём рождения сатаны. Ни в коем случае. Это просто вечеринка людей, которые хотят выпить и послушать хорошую музыку, без пафоса, который так присущ этому городу, ночному, потанцевать в том числе. И сейчас с друзьями найти новые знакомства. Создать свою публику, свою большую компанию, компанию знакомых друзей, людей, близких по духу, по образу мысли. Без обёртки вот этой вот красной, которая преследует забор, особенно с точки зрения ночной жизни. Это красочная обёртка страза, мобильные телефоны Верту, да? Да, блестяшки. Нет, мы показали тот андеграунд, который есть в ведущих городах мира, не тот, который принято признавать в нашей столице, в стереотипном понимании русских людей. У меня тут важен этот русский менталитет, что все любят или супер бедная и стена Цоя, или очень богатая и кремлевская стена. Кремлевская стена там, где под ёлочкой. Под ёлочкой и дальше. Дорогой. Дорогой богатой закопали. Да, дорого и глупо. Мы показываем то, как бы мы открываем ту завесу, как люди живут по-другому. То есть мы пытаемся до конца уже выбить тот совок, который происходит ещё здесь. Это разбивание богачей и бедных. То есть на сосовке могут быть люди с высокими достатками и с высокими. И все будут в кайфе. То есть понравится каждому. Дорогу будет отчисательным. Конечно, да. Тут не нужно приходить и показывать свои сумки ловетон, как любят делать везде. Это ведь норковая шуба. Можно надеть спортивный костюм на норковую шубу. Но норковую шубу не забыть тоже. На норковую шубу не забыть тоже. Да. А как люди могут попадать к вам на мероприятия? Это тоже очень интересный вопрос. Что, допустим, всех клуб вместить не сможет. И желательно, я думаю, вы тоже, наверное, не хотели бы видеть вообще всех. Потому что, может, это когда будет... Ну да, сталкиваемся с тем, что не всегда приходят именно те, кого мы зовем или хотели бы видеть. Поэтому, скорее всего, будет немножко все ужесточаться в код в плане того, что будут создавать списки более конкретно. Не то, что технических гостей, которые проходят бесплатно. У нас платный код. Хотя есть заслуженные деятели, которые получают бесплатный VIP и тусуются. Тем не менее, платят на баре и неплохая. Нет, в чем, как говорится, ЦИМИС, да? Что мы все равно на стартапе. То есть, кем бы мы ни были в тусовке, знали бы нас, не знали, да? Но мы делаем это на стартапе и делаем это пока еще не важно. То есть, каким контингентом, ну, вроде бы, как мы считаем, неплохо и довольно-таки успешно, да? То есть, мы не претендуем на супербольшую значимость и прочее, прочее. То есть, ну, все люди говорят и хотят сюда прийти. Это важно. То есть, ну, а мы на стартапе. То есть, после каждого события мы будем все больше и больше, да, сформировать свой контингент своих людей, да, то есть, своя публика. Но все больше получается похоже на хоум-пати. Домашние вечеринки, в которые вы вкладываете больше душу и не преследуете... Я делаю, естественно, более масштабные, но это всегда становится хоум-пати. Уютное место. Да, не преследуете все-таки, как бы, вторичный заработок, больше вы получаете удовольствие от этого. То, что я увидел. Потому что команд на игре, я могу сказать, вам могу опять поставить, потому что вы все пришли, заранее начали все делать. Обычно люди приходят, так, сделайте мне это, сделайте мне то. Что у вас все больше вы делаете, в первую очередь, за себя все это? Наша команда это, в первую очередь, не просто люди, которые собрались вместе и делают что-то одно, не знаю, в первую очередь, друзья. И благодаря этому вы очень ошеладим между собой. Получается, что людей вы так же... Мы цепочку. То есть, если кто-то что-то начинает шатать, то мы шатаемся все. То есть, каждый, каждый значит. Это неизменимое звено. Да. Вы являетесь теми самыми транссеттерами, которые через себя подтягивают других людей, те подтягивают еще других. Да, да. То есть, мы пытаемся расформовать, как, ну, понятие, не знаю, москвич, это же новую субкультуру, или какую-то новую веянию. Или вы хотите просто раздуть свою тусовку чуть больше, и на этом, в конечном итоге, остановиться. Нет, эту тусовку уже не нужно сдувать, она лопнет. Нет, мы не пытаемся, мы просто берем, как бы, грубо говоря, то есть, те люди обычно тусуются, да, ну, всем известны, там, типа, 100-150 человек, да, которые появляются на всех ивентах, везде-везде. В следующий раз они приводят еще своих трех друзей, которые могут вообще не иметь отношения к этому, да, к этой тусовке. То есть, они могут быть, там, в клубной Москве, там, раза 3-4, да, то есть, вообще не тусоваться. И, как бы, то есть, мы собираем-собираем народ, и пытаемся им что-то показать, что-то новое удивить, и что-то сделать непохожим. То есть, да, у нас, конечно же, поскольку мы не, мы не в Нью-Йорке, мы не можем быть такими супер-трендсеттерами, сейчас мы что-то, прям, кидаем в толпу, и все сразу это хавают, мы потихоньку-потихоньку все формируем, да, с кассирами. А через что вы привлекаете людей? Чем вы пользуетесь? Как вы, себя анонсируете? Да, как анонсируете, основные? В основном, через социальные сети. Да, мы, для этого формируем технологии, у нас есть. Сарафан, яркий номер тому, что этому всему нам, ну, там, на прошлой вечеринке пришли мои бывшие одноплассники, с которыми я виделся уже лет 5, они случайно узнали об этом вечеринке от друзей, от друзей, я щетка от друзей пришли, и я был очень удивлен. Друга-друга, короче, не помню, откуда помню. Ну да, ну вот так же. Третья-сестра. Как оказалось, что мне лично было приятно, что о нашей вечеринке люди знают и говорят, что ничего себе, как круто, что, типа, ты, знаешь, там, это человек, который делает эту вечеринку. То есть в формате Москвы очень хорошо работает сарафанное радио. Вот в чём фигня. А музыкальный формат ещё? Он будет как-то меняться или останется именно... Это были хиты 90-х, я услышал на ваших вечеринках Продиджи, старые причём Продиджи. У вас именно музыкальный формат такой, такой олдскул больше, да? Без новых краплений, или у вас как бы есть ещё люди, которые, там, готовы выступать в жильёмности, какие-то новые музыкальные... Конечно. То есть, нет, ну, мы работаем... То есть, мы берём от олдскула до ньюскула, до совсем последних треков, появляющихся, там, вчера, ну, там, в интернете. То есть, как бы, мы просто работаем сейчас в определённой тематике, которая сейчас... она работает, грубо говоря. То есть, это она интересна, хотя, в общем-то, она так же была в прошлом, да, не свежа. То есть, всё равно это известный факт, да, что всегда всё, что модное, оно было модно когда-то. То есть, вот эта история... Второй или третий виток. Конечно, да, то есть... Всё это циклично. Тем не менее, сейчас мы думаем о том, чтобы добавить в афише второе название от нашего бренда, от Bochex, предложить ещё какую-то вечеринку. То есть, это есть Bochex Swag, вот эта вот тусовка конкретная, про которую знают те, кто хочет знать, и приходят на неё и тусуются, и вроде бы всем это нравится. Тем не менее, мы сейчас думаем о втором названии, обязательно появится от нас ещё какая-то ещё новая фишечка. Просто да, мы решили своего музыкального опыта, что да, нам всем что-то разное нравится, сейчас мы работаем в этой истории, можем в другой. То есть, у нас есть какой-то, да, свой архив предпочтений, музыкальных вкусов, которые мы можем использовать для разных углек, да, для тех же фанатов Цоя, для тех же фанатов Нагана, то есть тоже для всех, мы работаем на всех. Вы можете сделать степ-хо-вечеринку? Конечно, тоже сделать рок-н-ролл, рок-н-ролл, стереодионе. Возможно. Да, мы вообще уже с раздеванием насчёт скриптал. С раздеванием тоже работаем на брус. С мюзиклом. С медленной музыкой. С медленной музыкой. С медленной музыкой и раздеванием. Мы думаем об этом. Никто не признается, но наш второй бизнес думает. Вау, поскольку у нас нет цензуры, то нам надо много женских. Даже он взял сиськи, да? Да. А что вот по поводу софти? У нас, поскольку все это помещение, общая концепция, это театр I Want, оно здесь будет играться в спектакле. Что вы можете вообще нам рассказать о театре? В вашем понимании, что такое театр? То есть, это жизнь. И что в театре должно идти? Вот на вашу, смотрим вот сейчас. Что актуально? Смотря какую идею вы исследуете, на мой взгляд. Всё-таки, если задача выручка или задача художественного посвящения. Самое главное, конечно, найти баланс между выручкой и посвящением. Здесь надо уже конкретно по драматургам и режиссёрам находить каких-то талантливых, не обязательно рыться в каких-то супер именах, которые уже заезжены или же навязаны, опять же, чьим-то критичным мнением. Вот. Искать людей, опять же, пробовать самим. Эксперимент какой-то попробовать. Просто вот здесь и сейчас что-то в центре. Мне кажется, театр-альбом, и что-то какое-то новое создающийся театр, он и должен приносить нового. Большая проблема в современной театральной Москве и вообще России – это застой. То есть это тотальное однообразие. Это, кажется, можно выразиться нафталиновый, допустим, театр. И новый театр должен нести принципиально новые вещи, пробовать экспериментировать, выводить многих новых приватургов, артистов в жизнь. В наше время. Показывать их. Это очень интересно. Допустим, такой вариант театра, как реалити-шоу, да, только театральный. Это замечательная идея, конечно. Это постановка. Не обязательно смотреть в течение года, можно дать сжатый формат с участниками, которые расскажут о короткой там. Мне кажется, вообще формат театра с диалогом – это более интересный, чем просто просмотр. Самый живой, который мы себе представляем.